Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях. Расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Здравствуй, кролик, третий год. Работа над отставками. Способен ли Кабмин Яценюка найти дверь, а парламентские фракции общий язык? С войсками на выход. Российский военный контингент покидает Сирию. Как реагирует мир? Садова-парковый скандал. Как начальник милиции решил поохотиться в Одесском заповеднике? Ставки на отставку не сыграли. Сегодня в парламенте дальше разговоров о судьбе Кабмина не пошли. Нардепы отвлеклись на другие темы. Почему зависла затянувшаяся премьеряда? Способен ли действующий глава Кабмина отыскать выход, а депутатские фракции договориться? Екатерина Лысенко подробнее. Утром правительственную ложу в зале обставляют коробками. Под купол нардепы принесли стопки подписей за отставку премьера. Назбиравши понад 350 тысяч таких подписей, сегодня принесли частину из них и поклали биле урядовой ложи, для того, чтобы показать и урядовцам, что это сегодня принциповая вимога, население Украины. Тему отставки сразу же торпедируют из трибуны парламента. Все фракции по очереди. Этими коробками можно заставить сегодня всю залу Верховной Ради. Вся страна требует отставки Арсения Яценюка поставить наконец-то на голосование эту постанову. И тот, кто не проголосует, пусть берет на себя ответственность за все, что дальше будет делать. Оппозиционный блок закликает негайно принятые изменения до бюджета. Выправить помилку в податковом кодексе, чтобы поддержать ферваров. Втрата рабочих мест, девальвация национальной валюты и зарастание цен зачепила большинство украинских граждан. Разом с тем, уряд продолжает поднимать коммунальные тарифы, называющиеся реформами. Об отставке действующего и кандидатуре будущего премьера главы фракции до ночи говорили с президентом. Должности примиряли и Керейска, и Гройсману, и Садовому. Сегодня все в Раде ждали перемен. Но, уверяют в руки Порошенко, понадеялись на самопомич, однако та не помогла. А самопомич, которая и коалицию-то покинула из-за того, что Яценюк остался в кресле, теперь корректирует риторику, мол, одного увольнения мало. До расследования любых пропозиций самопомич ждет от всех нас следующих простых решений. Решение номер один. Призначение независимого генерального прокурора. А по факту самопомич одновременно и в правительство идти не хочет, и Яценюка уволить требует. Лидер нашей партии не погодился и не отмолился от этой пропозиции. Но нас по-другому цікавит, почему премьер не идет в отставку. Прекрасно, что хоть начали что-то озвучивать, но один из этих претендентов сказал, что даже в языке не может быть не может. Только в президенте. В Народном фронте лозунги все те же, мол, за кресло никто не держится. Вы говорите, что вы имеете петенцией министра в отставку? Вы говорите, что у вас есть новая кандидатура, под которой 226 голосов? Окей, окей. Но вот так на заявлениях все и закончилось. Об отставке говорить перестали. Да и от темы увели. Фронтовики нашли повод заблокировать трибуну, требуя закон о спецконфискации. 40 миллиардов гривен, если более год, уже находится на рахунках, а мы не можем их перераховать в бюджет. Мы заблокировали трибуну и сказали, что пока данный законопроект не будет включен в порядок денный, принятый за основу, а потом все юридические тонкости можно обговорить в комитете. С этим законом запроваджаются механизмы, которые позволяют без суда и следствия, по сути, конфисковать любые ценные паперы, любые грешевые деньги. Поэтому говорить о том, что это эффективный механизм борьбы с коррупцией, что это возможность арештовать какие-то деньги Януковича, В итоге заблокированный трибуной рабочий день и закончился. Рада так и не заработала. А нардепы ушли снова в раздумьях о новом премьере. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, Вадим Средов, подробности телеканал Интер. Премьеряда изрядно затянулась. Если так будет продолжаться и дальше, внеочередные выборы неизбежны, так считают политологи. А отказ Садового от должности главы правительства называют боязнью ответственности. Вот, собственно, их мнение. Садовый боится, что в нынешней ситуации, при назначении его премьер-министром, он не может керовать урядом. А результаты рейтингами своими за этот уряд заплатит он. Так же, как заплатил Яценюк. Хочу Яценюк винуват. С политологической точки зрения, это решение, возможно, и Садового правильно. С точки зрения политической и социальной, это политическое дезертирство. Политик, который назывался политиком, который назывался лидером фракции, в условиях тотальной кризи, в которой живет его страна, не имеет права отказаться от посады премьер-министра. Иначе он должен закончить свою политическую карьеру. Мы балансируем на грани выборов. В самопомощи на сегодняшний день рейтинги упали в два раза, по сравнению с 2014 годом. Поэтому, конечно, самопомощь не очень хотелось бы выборов сегодня. Садовый понимает, что ситуация сейчас в стране очень сложная, социально-экономичная, и он пытается уникнуть ответственности. Для пана Садового такой подход, возможно, он в короткочасном сенсии матимет значение, особенно в контексте достраковых выборов. Но украинцы, они же не дурны, они понимают, что если он в такой важный час отказывается взять ответственность на себя, значит, это слабкий политик, и ему не можно доверять в таком... не можно доверять в таком... не можно доверять в стране и в других случаях. Соединенные Штаты призывают украинскую власть к единству и проведению реформ в стране. Об этом во время выступления в Сенате заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Цитирую, 2016-й может быть в стране, и должен стать для Украины годом, который сделает страну свободной от грязных денег и грязной политики. В результате всего этого украинский народ очень долго обворовывали, и если ничего не предпринять, Украина снова скатится в коррупцию, беззаконие и в положение вассального государства. Президента, премьера и Верховную Раду Виктория Нуланд призвала прекратить закулисные договоренности, объединиться вокруг правительства и программы реформ, обеспечивающих изменения, которых требовал Майдан. Это прозрачное управление, правосудие и развитие госинститутов, которые служат народу. Депутаты предлагают разорвать дипломатические отношения с Россией. Соответствующий проект постановления сегодня зарегистрирован в парламенте. Авторы – это два нардепа от Радикальной партии, один от БПП и внефракционный Поросюк. Текста документа на сайте Верховной Рады пока нет. В украинском МИДе инициативу нардепов комментировать не стали. А вот как разрыв дипотношений может повлиять на судьбу украинских пленных, мы спросили у сестры Надежды Савченко Веры. Я просто застеряю, подумайте, может вы сделаете право, закончите право с нашими политическими въездами, а потом сделаете разрывы отношениями. Сейчас я пересекаю кордон только с консором. Только на его машине, так как на меня открыта криминальная справа. А если не будет там дип представниц, то оно будет, как минимум, лечено, немного. На Банково сегодня тоже говорили о Савченко. На встрече с делегацией Всемирного конгресса украинцев Петр Порошенко призвал соотечественников, проживающих за рубежом, мобилизировать усилия и способствовать освобождению Надежды. А на встрече с адвокатами Савченко президент сообщил две важных новости. Первая. Врачи немецкой клиники Шерите готовы обследовать пленную. Вторая. По согласованию с ЕС и США составляется так называемый санкционный список Савченко. Координается сейчас запуск так называемого списка Савченко. Санкционный список всех, кто причетен к между двухлетних тортур по отношению к надежде. Весь мир знает список Магнитского. Абсолютно справедливо, что появится список Савченко. Не можно безкарно знущаться над людьми, над героем, над депутатом, над правосудником. И позднее на своей странице в Фейсбук президент сообщил, что из плена освобождены двое наших бойцов. Григорий Завизон и Петр Ярошевич. И один гражданский Вадим Петренко. Ну а рассмотрение дела пленных российских ГРУшников Ерофеева и Александрова в Голосеевском райсуде столицы снова отложили. Я напомню, их задержали в мае минувшего года в Луганской области. Обвиняют в создании террористической группы и организации терактов на территории Украины. Что помешало суду на этот раз, узнаем от Ирины Романовой. Первыми в зал завозят обвиняемых. У журналистов появляется надежда. Возможно, суд наконец состоится. Ведь на предыдущее заседание арестованных спецназовцев вообще не привозили. То из-за угрозы нападения на конвой, то по техническим причинам. А последний раз, 9 марта, заседание перенесли из занявки адвоката Александрова. Нет Юрия Грабовского и сегодня. Последний раз исчезнувшего адвоката видели в Одессе. Обвинение цитирует ответ одесской полиции. По факту исчезновения Грабовского открыто уголовное производство. 9 марта на страничке Грабовского в фейсбуке появилось сообщение якобы из Египта. Адвокат объяснял, что был вынужден уехать из Украины, но теперь в безопасности. Спустя 4 дня там же еще одно. У меня все хорошо, скоро вернусь. Обвинение уверено, это фейк. По данным полиции, границу Украины Грабовский не пересекал. Я считаю, что это серьезная история. Я думаю, что с Грабовским действительно что-то стало. Потому что те пусты, которые есть в фейсбуке, они не его. Идется про затягивание процесса, это возможно вынесение вырока в теслый термин. Судья же напоминает Александрову. Заседание без адвоката невозможно. Ему нужно срочно искать нового защитника. Я прошу вас перенеси рассмотрение уголовного дела. Не нужно время, чтобы вы заключили договор с новым адвокатом. Если Александрова исчезновение его адвоката озадачила, то защитницу Ерофеева напугала. Прошу суд обязать Службу безопасности Украины, органы внутренних справ, обеспечить мне, защитнику Ерофеева, особистую охорону, охорону житла, майна. Каких-либо доказательств их опасений Соколовская не предоставила. Но прокуроры ее ходатайство поддержали, рассказав о свежем случае нападения на семью одного свидетелей. 14 числа, в неделю, на квартиру одного из основных свидетелей по справе Вереса, был действием напад, достаточно профессиональный. Тобто, позвонили в двери люди в форме ЖКХ, они открыли, надели мешок дружины на голову, забрали сейфы, документы и оружие. Решить вопрос защиты для адвоката Соколовской, судья пообещал на следующем заседании, 21 марта. А до этого обязал Александрова найти себе нового защитника. Ирина Романова, Геннадий Никенко, подробности, телеканал Интер. С войсками на выход. Россия выводит военный контингент из Сирии. Федерация не будет принимать участие в военных операциях, но при этом сохранит здесь две базы. Что значит это решение Москвы? Как его расценивают мировые лидеры? И повлияет ли оно на сирийский расклад? Подробнее наши корреспонденты. Приказ о выводе войск из Сирии появился почти сутки назад, словно гром среди ясного неба. Задачи, поставленные президентом перед нашими вооруженными силами в Сирии в ответ на просьбу ее президента, задачи по укреплению способности сирийских вооруженных сил противостоять терроризму, были в целом выполнены. Сирийская армия восстановила свои позиции на ключевых направлениях и террористам был нанесен существенный урон. Эти кадры мировые информационные агентства распространяют весь сегодняшний день. Российская авиация покидает территорию арабского государства. Съемка сделана на военной базе Хмимим. Пункт назначения Российская Федерация. А это уже Воронеж. Первая авиационная группа прибыла к месту базирования. По старой традиции на аэродром стянули много народу. Женщины с цветами, дети и даже священники. Под музыку и в окружении телекамер торжественно отрапортовали. Все поставленные задачи выполнены. Логику вывода войск сегодня не спешили комментировать и местные федеральные СМИ. Положение правительства Асада некоторые аналитики описывают как совсем на грани. Сегодня также появилась новость. Москва сохранит две базы в Сирии. Это порт Тартус и Хмимим. Но принимать участие в военной операции они не будут. В США на сообщение о начале вывода основной группировки российских сил из Сирии пока реагирует осторожно. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сказал накануне, что пока ему сложно комментировать эту новость. Дескать, нужно подождать в чем будут заключаться российские намерения. И уже после этого делать выводы о том, как это отразится на переговорах о мирном урегулировании в Сирии. Чуть позже состоялся телефонный разговор президента Обамы с Путиным. Суть беседы и Кремль, и Белый дом передают лишь в общих чертах. Говорили о координации действий России и США в Сирии. Приветствовали процесс урегулирования. А Обама настаивала на том, чтобы правительственные войска Асада пропустили гуманитарную помощь в осажденные города. Новость о выводе российских войск приветствовали в Совбезе ООН. Прогресс стал возможен благодаря кооперации Россия и США. Сперва началось перемирие, и этот режим действительно соблюдается. Идут переговоры о политическом урегулировании. И теперь позитивная новость о выводе российских войск. Напомню, США с самого начала российской военной операции в Сирии осенью прошлого года выступали против нее. И говорили, что Кремль бомбит не боевиков ИГИЛ, а представителей оппозиции, оппонентов Асада. Растерянность. Вот слово, которым можно точно описать состояние израильского руководства. Генерал Айзенкот, начальник генштаба израильской армии, сегодня в Кнессете заявил, что Иерусалиму ничего не было известно о намерении России сократить численность своих войск в Сирии. А ведь именно Айзенкот летал в Москву, договаривался о координации действий между военными двух стран. Была создана совместная группа, куда вошли израильские и российские офицеры. Была создана система связи, все это работало, и вдруг Россия решилась на такой серьезный шаг, даже не предупредив своего партнера. Многие эксперты здесь, военные эксперты полагают, что Москва сворачивает операцию из-за очень низкой ее эффективности. Она неэффективна против таких группировок, как ИГИЛ, где нужно точное уничтожение, какие-то разведданные очень точные и эффективные. Поэтому, да, еще была крылазые ракеты у нас еще были, которые попали в Иран. Более того, поступают сообщения, что боевики Хизбаллы массово покидают территорию Сирии, а там они воевали на стороне Асада. Ливанский телеканал Альманар, который принадлежит Хизбалле, назвал новость о выводе группировки ошеломляющей. Отношения Тегерана и Москвы сейчас тоже под вопросом. Известно, что Иран существенно уменьшил свое присутствие в арабской стране, полагая, очевидно, что теперь россияне должны нести на себе основную тяжесть войны, а они уходят. Я думаю, мы сейчас станем свидетелями крупного наступления повстанцев вместе с исламистами, которые будут наступать и на сирийскую армию, ну и воевать между собой, конечно, как было и раньше. Для Асада это, наверное, возможность выйти из игры. Но с другой стороны, руки у Иерусалима теперь развязаны, партнеров больше нет, а значит, израильская армия свободна в своих действиях в сирийском небе. Сергей Услендер, Даниил Русаков, Тихон Дзитко. Подробности телеканал Интер. В России задержали военных атташе посольство Великобритании в Москве. Якобы дипломаты незаконно вели наблюдение за военным аэропортом в Северной Осетии. Речь об атташе военно-воздушных сил Великобритании Карле Скотти и его помощники. Российские власти утверждают, британцы въехали в начале марта на территорию Северной Осетии без разрешительных документов и снимали на видео военный аэродром в Моздоке. Там их и задержали. Карл Скотт отказался предъявить отснятый материал и сослался на дипломатический иммунитет. В МИДе Великобритании заявили, что военные атташе путешествовали по России в рамках правил и ничего не нарушали. Ну а в самой Британии решают уйти или остаться в ЕС. Количество британцев, готовых покинуть Евросоюз, сокращается. Как показал опрос, проведенный по заказу газеты Daily Telegraph, на предстоящем референдуме отдать свой голос за выход из ЕС готовы 49% граждан. Это всего лишь на 2% больше тех, кто против отделения. 4% колеблется с выбором. Главный аргумент, который смущает неопределившихся, это бесконтрольно растущая миграция. Референдум, напомню, назначен на 23 июня. В Европарламенте вспоминают годовщину аннексии Крыма. Как и два года назад, там заявляют ни референдум, ни аннексию ЕС не признают. О крымском вопросе в Европарламенте сегодня расскажет София Гордиенко. Лишь две недели назад в Европарламенте прошли Дни Украины в ЕС. И вот сегодня здесь снова говорят и дискутируют о нас. Точнее, о нашей большой потере. Крым чувствительная тема европейской политики в марте 2014-го изменила мир. Два дня здесь будут дискутировать об истории полуострова, его будущем и настоящем. Показ документальной ленты «Крымские татары. Борьба за дом» организовала польский политик Анна Фатыга. Режиссер ленты сегодня живет в Катаре и преподает журналистское мастерство. Когда четыре года назад она, американка украинского происхождения, решила снять фильм о крымских татарах, даже не догадывалась, что лента получится настолько драматичной. Я годами мечтала снять это кино и хотела рассказать совсем другую историю об их возвращении домой, о том, как им живлось после Советского Союза. И тут во время монтажа произошло вторжение. Я не могла вернуться в Крым, поэтому видео мне прислали друзья-журналисты. Презентация ленты сегодня вечером, а завтра украинцы и европейцы будут дискутировать о том, как в Крыму обстоят дела с правами человека. С украинской стороны участие примут представители украинского омбудсмена и главред портала «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик. Впрочем, не забывая о прошлом, Европа и Украина двигаются вперед. От темы Крымской Брюссель послезавтра перейдет к событиям общеукраинским. Сюда на саммит ЕС приедет Петр Порошенко. Говорить с главами Евросоюза будет о безвизовом режиме, реформах и о борьбе с коррупцией, от которой зависит и этот самый безвизовый режим, и, собственно, нормальное цивилизованное будущее нашей страны. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер Брюссель. Донецкое направление зоны АТО. Жители Авдеевки и оккупированных Ясиноватой Донецка остались без воды. Боевики повредили Донецкую фильтрационную станцию. В районе Ясиноватской развязки находится Ирина Баглай. Она расскажет все подробности. Отсюда хорошо видна Донецкая фильтрационная станция. 400 тысяч жителей ближайших городов Авдеевки и Донецка остались без воды. Боевики обвиняют военных в обстрелах. Сами же используют ее в качестве огневой позиции. По ДФС с ВСУ никто не стрелял. Это раз. И во второе, что с ДФС периодически ведется хаотическая стрельба в сторону ВСУ. Огневые позиции в основном стоят, допустим, есть справа ДФС, есть левее ДФС. В Донецкой военно-гражданской администрации надеются, сегодня после двух дней простоя ДФС заработает. Сотрудники смогут занять свои рабочие места. Украинская сторона гарантировала, огонь не откроет. А вот боевики молчат. Ключевая проблема, что люди боятся, то есть работники боятся. Слава Богу, она не пошкоджена, слава Богу, нет прорывов, нет пошкоджений. Только единственное вопрос, чтобы люди услышали, что их безопасность жизни и здоровья есть. Вторые сутки на Донецкой трассе и в районе Авдеевки непривычно тихо. Работает ОБСЕ. Артиллерия наемников пока наблюдателей на позициях молчит. Но остается на рубежах. Уверены армейцы. Вот, посмотрите, панк здесь приземлился, на входе сколки. И вот, на той стороне там миномет, он работал, видно там. Со стороны ясеноватый, на лесной траектории, попадает нормально. Те, кто возвращается на оккупированную территорию, везут с собой продукты и надежду, что вернутся в Украину. Говорят, продуктов и там хватает, но вот цены высокие, российские. Обстановка хреновая. Ну, кому как. Россияне радуются. То, что сотворили эти люди, это плохо. Но там самое интересное, не все сепаратисты. Там есть и патриоты. Тяжелее всего морально оставаться в оккупации, вспоминают гимн сечевых стрельцов. У него же червона колена похилился, что вот нахер, там на Украину загружился. Там выступают наши добровольцы, не прерываясь. Укривавый танк. Вызволят братья в Украину, это русский кайдат. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Судебная эпопея. Чуть больше часа назад Днепровский районный суд столицы отпустил Геннадия Корбана под домашний арест. Хотя еще утром другой столичный суд, апелляционный, решил оставить Корбана под стражей. Как за день менялись вердикты? Подробнее в сюжете. Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу адвокатов Корбана на решение Днепровского суда о продлении его содержания под стражей до 15 апреля. Адвокаты настаивают на более мягкой мере пресечения. У него плохое здоровье, несовершеннолетний ребенок и пожилые родители. Прокуроры против. Корбан обвиняется в тяжком преступлении и достаточно влиятелен. Судом врахованы те риски первой инстанции, которые не уменьшились и продолжают существовать. А самый вплив на свидетельствует, тем, что это возможность действительно спотворить и скрывать речи и документы, которые имеют действительно значение для досудового расследования. Посовещавшись, апелляционный суд оставляет в силе решение об аресте. Прокуроры и адвокаты его не комментируют. Реакция Корбана более чем бурная. А его выступление напоминает проповедь. Три порока. Жадность, глупость и предательство. По сей день живет в людях и убивает общество, живет в политических элитах. Они заражены этими пороками. Буквально через два часа на другом конце столицы Днепровский суд, который ранее избрал меру пресечения Корбану, рассматривает ходатайство адвокатов. В зал суда прессу не пускают и решают Корбана отпустить. Под домашний арест до 15 апреля. Без электронного браслета. Адвокаты говорят, в деле появились некие личные обстоятельства. Те обстоятельства, которые стали подставкой для изменения запобежного захода, они не были, не рассматривались судом первой инстанции. Сейчас пана Геннадия в суд праведе конвою довезут до места, где он будет находиться под домашним арестом. Это место его жительства в Днепропетровске. Из незаглубых причин Днепровский районный суд, на думку страны обвинувачения, безподставно приняв решение о изменении запобежного захода. Прокуратура решением Днепровского суда не удовлетворена и собирается его оспаривать в апелляционном. Павлина Василенко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Любители редких птичек. Скандал вокруг чиновничьей охоты в заповеднике в Одесской области набирает обороты, но дело хотят замять. Так утверждают экологи, которые, собственно, и устроили засаду маститым браконьерам. Все подробности этого дела знает Андрей Анастасов. Засаду на берегу озера, где ночуют дикие гуси, козарки и другие птицы, организовал непосредственно директор парка и его заместитель. И вот около пяти часов утра появились трое охотников с ружьями. Экологи начали снимать их на видео в ответ агрессия. Это Владимир Друговин, бывший начальник Татарбунарского райотдела милиции, ныне председатель районного общества охотников и рыболовов. Еще двое мужчин успели скрыться на джипе, предварительно разбив фотокамеру. Вообще на территории парка любая охота табу, а тем более весной, когда отстрел запрещен по всей стране. У Друговина, говорят экологи, документов не было даже на оружие. Чтобы царь не скрылся на своей небе и полиция смогла все зафиксировать, директору парка пришлось пойти на крайние меры. Друговин просто уезжал на огромной скорости. Я схватился за дверку, второй рукой я хотел за него взяться, но он меня оттолкнул. Я тогда руку просунул через руль и прямо попала моя рука, где ключ зажигания. Я его провернул и вытянул. И машина встала, естественно. У бывшего милиционера своя версия произошедшего. Говорит, абсолютно законно отстреливал в то утро хищников, шакалов и лис. Причем делал это вовсе не на территории парка. На данный период границы парка не определены. У них нет границ. У них нет актов отвода, у них нет госакта. Есть просто голый указ президента. А вот другой местный охотник, да и в администрации самого парка утверждают, границы есть и четко обозначены. В полиции тем временем открыли уголовное производство по статье «Незаконная охота» и отправили запросы в Министерство экологии, чтобы те разъяснили, так парк или не парк. Это была территория, которая расположена между двумя озерами и которая обозначена как территория парка в некоторых документах. Кроме того, Друговин якобы предоставил правоохранителям разрешение на отстрел диких животных. Но экологи уверяют, таких документов при себе у него не было и считают, что, судя по всему, дело хотят спустить на тормозах. Уж слишком туго в районе, все повязаны. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Загадочная смерть известного адвоката в Харькове. Виктора Лойко нашли мертвым в его квартире. Почему следователи склоняются к версии убийства и кому выгодно было избавиться от юриста, разбиралась Лидия Калинина. Тело адвоката Виктора Лойко двое суток прилежало здесь, в его квартире, лишь в понедельник вечером соседи услышали специфический запах, заметили, что дверь приоткрыта и вызвали полицию. Правоохранители обнаружили мужчину на кровати. Говорят, странно, что ноги его были обмотаны халатом. Никаких следов насилия на теле не нашли, но по квартире были разбросаны вещи, поэтому следователи допускают, Лойко могли убить и ограбить. Вся обстановка вказывала на тит, что там что-то шукали. Было какое-то порушение обычной обстановки в квартире. И из этого сделали такие выяснения. Эксперты установили, умер Лойко в субботу вечером. Два дня рядом с телом просидела его собака, сын Бернар Бесси. Не выла и не лаяла. Чем удивило соседей. Это очень подозрительно. Что-то подложили собаке, напоили или дали съесть, если свои уши подпустили, получается. Кто-то свой пришел. О Викторе Лойко соседи говорят, что был он всегда вежлив, двор привел в порядок. Семьи не было. Ходили слухи о нетрадиционной ориентации адвоката. По информации из наших источников, в день смерти у Лойко как раз могло быть свидание. Он отпустил домработницу и охрану. Что произошло дальше, то ли адвокату стало плохо, то ли его отравили, пока неизвестно. Приозначены еще додатковые экспертизы, взятие зразки тканин. И протягом трех-четырех недель мы будем иметь определенные результаты. В Харькове Виктор Лойко стал известен после резонансного дела шестилетней давности. Тогда он защищал в суде милиционеров, которых обвиняли в торговле наркотиками. В основном же, говорят коллеги, брался за уголовные дела. В то, что ему могли за что-то отомстить, коллеги не верят. Я считаю, что это обычное бытовое жестокое преступление, которое должно быть раскрыто. В Харькове уже заговорили, что в последнее время город стал столицей преступлений в отношении адвокатов. В январе прошлого года в центре в упор расстреляли адвоката Александра Грузкова. И убийство это до сих пор не раскрыто. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Британское закупочное агентство Crown Agents будет рекомендовать Минздраву Украины перечень препаратов для лечения онкозаболеваний у взрослых. Сейчас таких препаратов 65. Их закупят за бюджетные средства. Об этом сегодня рассказали пациентским организациям. Но без скандала не обошлось. Почему, расскажут мои коллеги. Скандальные публикации в СМИ о международных закупках медпрепаратов стали поводом собрать сегодня в Минздраве на открытую встречу представители иностранных фармкомпаний и экспертов пациентских организаций. Под прицелами телекамер провели техническую экспертизу закупки лекарств для лечения онкозаболеваний у взрослых. Из-за чего раздули скандал вокруг иностранных лекарств? Эксперты говорят, причин несколько. Препаратам не доверяют, если они совершенно новые для Украины или дешевле, чем те, которые закупались ранее. Однако после сегодняшних обсуждений всего два препарата из 65 решили отправить на дополнительную проверку. Эксперты говорят, пока вокруг лекарств устраивают панику, Минздрав вынужден проводить все новые и новые проверки. А это тормозит поставки жизненно важных препаратов. Уходит время, которого у тяжело больных просто нет. У Никиты острый лимфобластный лейкоз. В простонародье это называется рак крови. А, а его выгнай! Семья приехала на лечение в Киевскую детскую больницу Ахмадет из Мариуполя. Никита уже перенес 6 блоков химиотерапии. Его мама рассказывает, ребенку часто назначают иностранные препараты, у которых нет украинских аналогов и советуют доверять не слухам, а врачам. Я доверяю тем людям, которые лечат моего ребенка. Мы очень благодарны нашим врачам. Они делают все возможное. Я бы не купила препарат, не посоветовавшись со своим лечащим врачом. В итоге консультации представители иностранных фармкомпаний заявили, им нужно 10-15 дней, чтобы доставить проверенные медпрепараты в Украину. А в Минздраве, что на следующей открытой встрече проведут экспертизу лекарств для детей. Татьяна Авинникова, Елена Митясова и Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Кредитная удавка. Что вынудило активистов финансового Майдана ворваться на заседание парламентского комитета? Без меня меня продали. Возмущенные кировоградцы грозят зажечь шины перед местной администрацией. Чего требуют протестующие? То ли лыжи не едут, то ли я в Закарпатье. Как, а главное, зачем проводить горнолыжный чемпионат без снега? Студенческая диета. Преподаватели и учащиеся одесских ПТУ сегодня пытались попасть на прием к губернатору, чтобы обсудить финансы. Третий месяц ни педагоги, ни персонал училищ не получают зарплату. Раньше средства выделяли из госбюджета, теперь ПТУ на содержание у местных властей. А у них денег нет. Больше всего страдают дети-сироты. Их не только оставили без стипендий, не оплачивают даже питание. И они выживают только за счет гуманитарной помощи. Замгубернатора пообещал помочь. Нас перестали финансировать. То есть еды мы не видим. Ни лечения, ничего в общем. То, что волонтеры нам предоставили, это была рисовая каша. Один раз в день мы едим. Сегодня наши депутаты вместе с родителями обратились в областную администрацию, в областной совет. С тем, что если государство фактически бросило этих воспитанников, то эти вещи должны решать областные власти. И надо перераспределять средства с чего-то другого на то, чтобы спасти такие учебные заведения. Подготовленная качественная рабочая сила для нашей экономики, с одной стороны. А с другой стороны, этот вопрос носит важный социальный характер. Президент до сих пор не подписал закону ПТУ, поэтому область не получила субвенцию. Мы изыскиваем сейчас вместе с вами деньги для того, чтобы заплатить. И для этого нам нужно решение сессии. Без права на жилье на центральной площади Кировограда появилась палатка. Установили ее жильцы местного общежития и объявили бессрочную акцию протеста. Чего требуют и чем грозят, расскажет Елена Брынза. Темные коридоры, мусор, выбитые окна. Так выглядит общежитие на университетской 21. Тут на 22 квадратных метрах уже 30 лет живет семья Варакут. Но по факту комната им не принадлежит. А все из-за того, что в начале 90-х фонд госимущества продал общежитие. С 2002 года это собственность фирмы Вагран, которая сейчас начала продавать комнаты вместе с жильцами. Из почти 400 семей 20 уже сегодня под угрозой выселения. Причем на улице могут оказаться даже те, кто выкупил комнату у фирмы Вагран. Как, например, Марина Дященко. 8 лет назад ПП Вагран вынудил меня выкупить эту комнату. Сейчас, на данный момент, пан Ярошенко Владимир Иванович подал позов, чтобы скасовали куплю-продаж. Владимир Ярошенко это представитель фирмы и бывший председатель Кировского райсуда в Кировограде. То, что он и есть собственник общежития, отрицают. Но очень рьяно защищает интересы Ваграна. Ярошенко требует, чтобы жильцы или подписывали договор аренды, или выселялись. Люди от безвыходности вышли на акцию протеста. Установили палатку на центральной площади Кировограда. Мы хотим, чтобы город забрал наш дом, город с полком, любым способом, законным. Но в мэрии законных способов пока не нашли. Не могу я пойти сейчас и у властников забрать квартиры и выйти выписать им соответствующие ордеры. Гарантовать, что людей не выгонят из квартир. Другое дело, как оформить документы. Митингующие уже заявили, с площади не уйдут до конца недели. Если к этому времени их вопрос не сдвинется с мертвой точки, будут перекрывать центральную улицу. Елена Бринза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоград. Финансовый вопрос довел митингующих в столице валютных заемщиков до финансового комитета Верховной Рады. Они прорвались на заседание и заблокировали нардепов. Чем закончилось это противостояние, узнаем у Елены Митясовой. Валютные заемщики Единственное, что есть, а также бойцы АТО. Остальные вновь останутся за бортом. Этот закон 35-55 даст возможность можно власти вкрасть десятки миллионов долларов, чтобы вы знали. А 40-04, то что им припадет нерухомости. Какой же именно принять вариант законопроекта, комитет определиться так и не смог. В Верховную Раду решили подавать оба. Мол, пусть нардепы сами определяются. Активиста финансового Майдана такое решение не устроило, и они пошли в наступление. Разбив стекла входной двери, ворвались в помещение и заблокировали депутатов в совещательной комнате. Освобождались депутаты из плена поодиночке и под крики негодующих. Активисты еще долгое время дискутировали на улице, а когда разошлись, в комитете стали подсчитывать убытки. Растет недовольство и среди активистов тарифного Майдана. На очередное повышение цены электроэнергии и газ, говорят митингующие, вынуждает их на крайние меры. Акция «Украина без Яценюка» теперь охватит регионы. Сегодня нужно констатировать, что в стране сформировался режим Яценюка. Активно паразитует на территории страны мафия гидрокоррупционная Яценюка. И мы должны ее сегодня прибрать. Люди объединятся, чтобы сделать три вещи. Первое. Негайно отставить премьер-министра Украины и уряд Украины и принять единоможное решение, которое спасает страну от знищения. Решение про новые выборы. Что касается валютных заемщиков, людям ничего не остается, как ждать, за какой вариант законопроекта проголосует Верховная Рада. Набрать как минимум надо 226 голосов, чтобы реструктуризации валютных кредитов дали зеленый свет. Елена Митясова, Вениамин Трубачев, подробности, телеканал «Интер». Народная экономика. Уже несколько лет в Хмельницком действует так называемая территориальная громада. Более 30 предприятий функционируют по народной схеме. Самостоятельно регистрируются. Раз в месяц платят небольшой членский взнос и никаких налогов. Какая она экономика без коррупции? Видела Ольга Паломарюк. Ольга Уграк одна из основателей народной экономики. Показывает документы и законы, согласно которым стать народным предпринимателем может каждый. Нужно просто знать свои права. Ничего противозаконного. А граждане Украины действуют в рамках законов о территориальных громадах и самоуправлении. Это жители села, селище, место. Они подписывают договор о территориальной громаде. Они на своей площадке могут делать все, что угодно, но не порушивают права других людей. То есть, я понимаю, вы и не юридичны, и не физичны? Нет, конечно. Мы люди, граждане. Регистрируют народных предпринимателей вот в этом небольшом офисе. Здесь же собирают взносы. Раз в месяц бизнесмены платят за членство в громаде 1% от выручки. Сейчас народное предпринимательское движение насчитывает около трех десятков фирм. В основном это салоны красоты, кафе и фермерские хозяйства. Есть и ателье. Олег Гринев, мастер по ремонту обуви. Требыло все отчеты сдать, все, 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 там порядок навести. Сложно. А как сейчас? Ну, сейчас все наоборот краще. Добрый день. Запрошу вас. Это цех по переработке пластикового вторсырья. Открыть собственное производство Дмитрий в прошлом профессиональный спортсмен решил год назад. Арендовал помещение, закупил станки, свою продукцию продает по всему Хмельницкому. И при этом не платит никаких налогов. Я имею свидетельство, я имею свидетельство на фирму, я имею свой личный паспорт. Я не хожу в налоговую, я не показываю свой доход. Единственное табу в народной экономике – продажа и изготовление алкоголя, табака и лекарств. Мы занимаемся чисто производством, нам не нужны там большие какие-то предприятия. Люди, которые с нами сейчас работают, они фактически не были ни где зарегистрированы. Налоговая инспекция шокирована и возмущена деятельностью народных предприятий. Обещает, что скоро вольница закончится. Громада работает лишь потому, что в законодательстве не прописана процедура проверки таких фирм. Вот-вот ее пропишут, и тогда настанет череда и налогов, и штрафов. Я считаю, что это прямое ухиление от сплаты податков. Нет такого прошарки, чтобы, не сплачивая податки, проводить эти виды деятельности, которые они себе позволяют проводить без государственной регистрации. Не только налоговики, но и прокуратура, и даже СБУ ломают голову, как же загнать неподконтрольных предпринимателей под налоговый пресс. А тем временем громада продолжает развиваться. Говорят, стоит только попробовать жить и работать без коррупции и бюрократии, так остановиться невозможно. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Хмельницкая область. Ну а тем, кто живет по обычным правилам, приходится решать проблемы с помощью шин. На акцию протеста против вечно неремонтируемых дорог вышли жители Одесской области. Несколько сотен человек возле администрации сегодня требовали залатать дыры. Пикетчики рассказывают, что трасса возле Килии не ремонтировалась более 10 лет. И на то, чтобы проехать 30 километров, уходит более двух часов. Чиновники обещали начать работу еще в прошлом году. Не сложилось. В этот раз ремонт анонсировали летом. Мы нашли 1 миллиард 102 миллиона гривен. Во сколько это раз больше? Ни одна другая инстанция? Мы их видим, мы готовы их новострать. Как только будет основная дорога, начнем заниматься районными дорогами. Одесса, Килия, через Вилково. Дорог нет. Вот их маршрутки постоянно ломаются. Я занимаюсь фермерством. И мы свою продукцию в город Одессу привезли в другие города. Нет возможности из-за того, что просто выехать из города невозможно. А в столице охотятся на автомобили. За последние несколько лет количество угонов в Киеве выросло почти в 4 раза. За 2 месяца этого года в среднем угоняли по 6 машин в день. Как обычные киевляне борются с преступностью, расскажет Егор Логинов. Только за 2 месяца нынешнего года в Киеве зафиксировано 396 угонов автомобилей. Столичная полиция за это время успела обезвредить 10 преступных групп автоугонщиков. Но остановить рост количества преступлений пока не в силах. Нам удалось немного снизить темпы срастания. На лютый 2015 года было срастание примерно 45%. На сегодняшний час темпы срастания примерно 25%. Разгул преступности вынудил автовладельцев самостоятельно заняться поиском угнанных авто. В соцсетях появились группы, куда хозяева пропавших машин выкладывают просьбы о помощи. А неравнодушные жители столицы – фотографии подозрительных автомобилей. Машин без номерных знаков, которые предположительно находятся в угоне, в Киеве немало. Причем они стоят не только на отшибе, но и возле супермаркетов, на оживленных улицах и во дворах домов. Обычно угнанная машина стоит на отстой 2-3 дня, пока воры не убедятся в том, что ее не ищут, рассказывает автоэксперт Александр Золотарев. Потом автомобиль отправляют на подпольную СТО. Там либо перебивается ВИН-код автомобиля, из нее делается двойник, либо автомобиль разбирается и продается на запчасти, так как запчасти на автомобиле сейчас очень возросли в цене. Людям, которые увидели подозрительный автомобиль, эксперты советуют следующее. Сфотографировать, либо записать ВИН-код автомобиля. Обычно этот ВИН-код находится в доступном для зрения месте на лобовом стекле со стороны водителя. И проверить факт угона автомобиля на сайте, в интернете, на официальном сайте Министерства внутренних дел. У Татьяны Гриневой автомобиль угнали прямо из-под дома. Она обратилась в полицию, где ей обещали приложить все усилия для поиска машины. Утром я звоню у следователя, спрашиваю, ну что, как дела? Что вы смотрели? Он говорит, пока ничего не смотрели. Я говорю, в смысле? Говорю, ну вы хоть дворы смотрели? Говорит, нет, пока не смотрели, сегодня начнем. Говорит, так сутки же прошли. После трех дней поисков с друзьями Татьяна сама нашла свою машину недалеко от дома. За то время, пока мы ждали патрульных, проехало еще несколько патрулей, которые вообще не заметили почему-то ту самую Хонду-купе, аккорд красного цвета. Мы обратились с официальным запросом в полицию, чтобы узнать, что должен делать человек, который обнаружил подозрительную машину и каков в этой ситуации алгоритм действий правоохранителей. Но ответа пока не получили. Егор Логинов, Юрий Романюк, подробности, телеканал Интер. В Берлине прямо во время движения взорвался автомобиль. Водитель погиб на месте. Машина двигалась к центру города, взрывом ее отбросила к обочине, а потом снова вынесла на середину дороги. Место ЧП отцепила полиция, а местным жителям рекомендовали не покидать дома. Вероятнее всего, взрывчатку заложили в салон. Установлена и личность водителя. Им оказался 43-летний мужчина, не раз попадавший в поле зрения полиции. Правоохранители считают, что это были криминальные разборки и исключают версию теракта. Стрельба в Брюсселе. В ходе антитеррористической спецоперации ранены трое полицейских. Состояние одного из них крайне тяжелое. Рейд в рамках расследования дела о парижских терактах правоохранители проводили в жилом районе Фаре на южной окраине города. Злоумышленников было двое. Один из них открыл огонь из автомата Калашникова. С места преступления им удалось скрыться. Сейчас полиция проводит поиски и несколько улиц по этому поводу перекрыты. Куда и за что отправили на перевоспитание главного помощника Ким Чин Ина. Давайте-ка узнаем об этом из нашего обзора. Горбатого могила исправит. Террорист Андерс Брейвик на заседании суда отметился нацистским приветствием. Как только с норвежского стрелка сняли наручники, он в характерном движении вскинул руку вверх. Это первое появление террориста на публике после оглашения приговора в 2012-м. В целях безопасности заседание провели прямо в спортзале тюрьмы. Суд рассматривает иск Брейвика против норвежского правительства. Преступник считает, власти ограничивают его право на личную жизнь и переписку, а также унизительно с ним обращаются. Пять лет назад Брейвик убил 77 человек. Его приговорили к 21-му году тюрьмы. Правую руку северокорейского лидера отправили на перевоспитание. И теперь главный помощник Ким Чин Ина и глава правящей трудовой партии Шверенхе принудительно будет трудиться на сельской ферме. А все потому, что сына высокопоставленного чиновника уличили в просмотре южнокорейских сериалов. В Хиньане считают, отец не справился с воспитанием чада и вырастил испорченного ребенка. В Гонконге в начале апреля выставят на торги редкий голубой бриллиант овальной огранки. Вес камня чуть больше 10 карат. Это крупнейший бриллиант такой формы и так называемого фантазийного ярко-синего цвета. Начальная цена лота 35 миллионов долларов. Камень покажут в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Сингапуре. И только потом отправят на аукцион в Гонконг. Очень редкую древнеримскую монету времен императора Трояна отыскали в Израиле. Называется она Ауреус. Монету ввели в обращение еще в 3 веке до нашей эры, во время Второй Пунической войны. Ею награждали солдат после побед в сражениях. На монетях профиль императора Августа и символика легиона. Интересно, что раритет обнаружили случайно. Вот эта женщина отправилась в поход с друзьями на север страны и там наткнулась на монету. Почему не едут лыжи? В Закарпатье умудрились провести чемпионат по горнолыжному спорту без снега. Кто заработал на каменистых трассах? Кому принадлежит этот бесснежный лыжный курорт? И что знал об этом министр спорта? Выясняли наши корреспонденты. Всеукраинские соревнования по горнолыжному спорту в скандальных фотографиях. Горак Россия серая, практически без снега. Эти соревнования останутся в памяти кошмарным сном, говорит победитель чемпионата Игорь Гам. Соревнования проходили с 7 по 13 марта. С каждым днем становилось все теплее. Градусник показывал плюс 8. Снег таял на глазах. Последние три дня шел дождь, но чемпионат продолжали. Естественно, есть же территории, где больше снега. И было в Украине. Есть в Украине много снега. Были проталины, где спортсмены могли повредить свой имитарь. Почему нельзя было провести соревнования в других местах, объясняют организаторы. Киевские чиновники от Министерства молодежи и спорта. На Буковеле туристические трассы не подходят для горнолыжных соревнований. А трасса на Кроссе сертифицирована и отвечает всем стандартам. Мы обратились к нашему физделегату. Это Казимир Коженевский. И он заехал на день. Сказал, что ему достаточно этих 400 метров, которые мы подготовили. Соревнования обошлись бюджетом в 180 тысяч гривен. В соцсетях появилась информация, что провели их именно здесь из-за финансовых интересов совладельцев курорта, чиновников от Минспорта и Федерации горнолыжного спорта. Голова Федерации горнолыжного спорта и слабординга. Один из властников горы Красия. У меня нет таких денег, к сожалению, для того, чтобы купить спортивный комплекс Красия. Властник этого комплекса товарища с обмеженной ветовой исповедальностью Вышка. Фамилию вам назвать? Зачем? Секлая. А? Секлая. Властник этого комплекса Тарасенко Игорь Валентинович. Чтобы пообщаться с собственниками, мы поехали на сам курорт Красия. Но здесь уже никого. Мы вчера были все, вроде вчера закрылись. Мы их вроде Киев уже вчера. И ровно на следующий день после того, как и участники, и организаторы чемпионата разъехались, на Красии выпал снег. Как по заказу. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хороших вам новостей. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова